Но настоящим чудовищем, становятся не против воли, а по собственной воле точка Геспит Матка, Англбрудмартир, ужасное существо, вурдалок, создающие порождение тьмы Описание Никто не знает, как именно жили порождение тьмы в своих гнилых норах под землей, хотя несколько серых стражей однажды решились спуститься в глубины древних туннелей гномов Их целью было найти средоточие силы порождения тьмы и уничтожить его Те, кто вернулся, ходили с лицами бледнее снега и всё говорили о чудовище под названием «Матка», которая преследовала их в сновидениях до конца их короткого пребывания на этой земле Что же конкретно такое эта матка, знают только серые стражи Технически, матки не являются порождением тьмы, так как созданы из представительниц других рас Матки появляются ужасным образом порождение тьмы, заражают женщин-вурдалаков О том, как они это делают, лучше не знать, но Геспит читает жуткие стихи, где объяснена процедура их появления Из человеческих маток появляются горлоки, от гномьих генлоки, от эльфейских крикуны, от кунари-агры Как появляются матки? Мы пытались убежать, но они нас нашли Они схватили всех нас, превратили нас М-мужчин они убивают, они милосердны А женщин они хотят Хотят трогать, лепить, комкать, менять, пока ты не наполнишься ими Они забрали Ларин Они заставили её есть остальных, наших друзей Она разодрала лицо своему мужу и выпила его кровь А когда она поила, она начала надуваться Она распухла и посерила И стала пахнуть, как они Они переделали её по своему подобию И она начала делать их Новых Матка В первый день они пришли, всех с собой унесли В день второй они напали и кого-то поживали В третий день, явившись в гости, доглодали наши кости В день четвёртый мы их ждали и от страха умирали В пятый день к нам заглянули и девчонку умыкнули В день шестой девчонки крик прямо в душу нам проник В день седьмой ей через рот рвотой вспучили живот В день восьмой твари игралась, над девчонкой издевалась В день девятый девка злобно стала жрать себе подобных Вот она пирует сладко и готовится стать моткой Геспит Участие в сюжете Драгоноге, начало В конце мёртвых рвов герой встретит матку С виду она похожа на помесь человека, осьминога и мурафия Матка не может сдвинуться с места, но её щупальца, каждая элита, могут исчезать и появляться где захотят А кроме того, она может плеваться ядом на большое расстояние и практически в любое место в пещере Драгоноге, начало, пробуждение Первоначально герою попадётся несколько маток в Кэлхирале Он их легко уничтожит Но затем герой узнает о полуразумной матке по имени Мать Её создал архитектор, но она сошла с ума В конце пробуждения герою придётся биться с ней Субтитры создавал DimaTorzok